Битва экстрасенсов 99% в этой сфере это шарлатаны Чреватый чернокнижник Вот он, кто? Тебе сейчас с землей кладбищенский Да я тебе сейчас хлыстом по жопе Но это реально, это смешно выглядит А вот Бантеева Это просто зло, зло, меньшее зло Юра Шатунов, который умер и оставил очень много вопросов по поводу своей смерти Он был уверен, что его спасут Андрей Разин Ненависти в нем столько Андрей Разин скоро заболеет С героями скандальной вечеринки Ивлеевой Что произошло? Я считаю, что это трэш такое поведение Последний скандал Тимура Хайдарова Крайне негативный ряд произойдет с человеком в ближайшее время У меня в студии сидел гуф В прошлой жизни этот человек похерачил сотни людей И в этой жизни он рождается с каким-то больным ребенком В твоей жизни произошла страшная авария КамАЗ, мотоцикл, смерть Как это вообще происходит? Переместилась в копию нашего же мира Понимаешь, какой начнется хейт в комментариях? Конечно Полина Книна Дипломированный психоаналитик и гештальт-терапевт После страшной аварии и клинической смерти Кардинально поменяла жизнь Прошла обряд посвящения у африканских колдунов И теперь помогает людям с помощью энергопрактик Ну что, друзья, я продолжаю свое изучение эзотерики, разных практик и зову новых интересных гостей И сегодня у меня здесь передо мной ведьма Полина Книна Ведьма, женский коуч, регрессолог, энергопрактик и жрица африканских культов Боже мой, сколько у тебя определений Да, ты знаешь, на самом деле ты еще одну забыла Я еще врач фундаментальной медицины Самое главное забыла Да То есть с этого все началось? Да, с этого все началось И на этом могло закончиться Если бы в 16-м году я в аварию не попала И вся моя жизнь не переписалась бы, знаешь, сначала, можно сказать И когда все твое понимание о мире, о фундаментальной медицине, о законах физики летит ко всем чертям Но про аварию мы поговорим с тобой попозже А сейчас я хочу узнать, что ты умеешь Какие у тебя фишки? Знаешь, я давно исследую непознанное, то, что находится за гранью И, наверное, самое главное, что я умею, менять курс жизни человека Через его сознание, через практики, через работы Это же все не волшебство, это работа сознания Любая магия идет через голову Но это общее определение А давай все-таки вот конкретность Чем к тебе приходят и какие услуги ты предоставляешь? Слушай, люди с разным приходят Девушки, на самом деле, приходят с одним и тем же, нет У всех людей одинаковые проблемы в разных обертках Но одно и то же, это личная жизнь, это отношения, это бег по замкнутому кругу Это травмы детско-родительских отношений, это родовые вопросы То есть это все то, что человек объяснить себе не может Он живет свою жизнь И, казалось бы, вот девушка, 40 лет, очень богатая Известная девушка, не буду называть ее имя Не могла выйти замуж У нее есть все Потрясающая внешность, деньги, успех Но все отношения были не дольше полугода За всю жизнь всегда, то есть И когда мы работали, мы выяснили причину Кому-то она покажется смешной, кто-то скажет, что вопросы рода не существуют Но в ее случае все существовало, и сейчас она замужем, счастлива То есть дело было в роде? Да То есть ты родолог еще? Ну, ты знаешь, слово родолог, оно мне как трансплантолог, анонолог, да? То есть оно мне не нравится Родолог, ты не можешь исследовать только род Ты исследуешь целиком то, что находится за гранью понимания науки нынешней Но вот к тебе пришла эта девушка Что конкретно ты делала? Работала Мы для начала выяснили, нет ли причины в детско-родительской травматизации То, что находится в зоне классической картины психоанализа И когда мы понимаем, что эти травмы не влияют на человека В том ключе, чтобы не позволить ему построить отношения Мы лезем дальше И мы смотрим, что находится глубже Но это был какой-то сеанс, ты куда-то ее погружала Это была работа, безусловно, она приезжала Это личное везение То есть я беру человека и довожу его от точки А до точки Б То есть я не делаю какую-то одну работу Так невозможно ничего исправить Это, наверное, из области мистификации Мы берем целиком человека с его проблемами И погружаемся в них Вычисляя, что конкретно Потому что одной проблемы не бывает Одно цепляет другое Психика цепляет сознание Сознание цепляет энергетику Это таким паровозиком выстраивается в жизнь человека Но вот инструменты какие? Вот она пришла к тебе на сеанс Сначала что ты делаешь? Карты распадываешь? Сначала я ее вижу А ты знаешь? А то есть у тебя есть способность просто видеть? Да, у меня есть способность видеть И на самом деле с этой способностью я прошла не одного психиатра Потому что когда ты видишь каждый день постоянно Во всех людях, которые сидят Их энергетический контур Ты думаешь, что слышишь с ума Такое ощущение, как будто ты немножко находишься Постоянно и там, и здесь Очень странно Не нашли никаких отклонений Я правильно понимаю, что когда перед тобой появляется человек Ты способна увидеть нечто большее А что именно можно, даже не вступив в контакт с человеком Увидеть таким специалистом, как ты? Да очень многое Можно увидеть, какие проблемы у человека Какие травмы Какие заболевания каких органов есть Если тебе это нужно увидеть То есть, опять же, слава богу, за 7 лет Я научилась блокировать поступление постоянной информации Потому что иначе перегорят катушки в голове Вот И можно увидеть все Состояние его ментальное, психологическое состояние Безусловно, я не отрицаю Я очень хороший психолог У меня второе высшее Это психологическое Без него невозможно практиковать К сожалению Хорошо, ты это увидела Да Какие еще средства ты применяешь? Хорошо, сейчас тебе расскажу, какие средства Я жрица африканских культов, настоящая Я ездила в Африку на инициации, на Кубу И у меня есть определенные посвящения То есть, определенные пакты с определенными эгрегорами Вот так давай я скажу И, соответственно, работая через них Мы можем исправить энергетическую составляющую Что такое эгрегор? Эгрегор – это информационная структура По факту, эгрегор есть у всего У любой организации Это, смотри, когда много человек думают о чем-то одном Эта мыслеформа образуется во что-то такое большое И это и есть структура информационная То есть эгрегор – это древняя традиция Традиция Ифа Ориша Ей больше 10 тысяч лет Это древнейший оракул, признанный, кстати, ЮНЕСКО Наследием человеческим, нематериальным И вот эти все серьезные ступени посвящения Которые проходит жрец Они дают право тебе работать в этой структуре Как большая организация Когда ты приходишь на работу, и в ней вот работаешь Она дает тебе протекцию, силу, возможность Я правильно понимаю, что ты прошла все этапы посвящения? Да, да Расскажи об этих этапах, очень интересно Есть, африканские культы подразделяются Они есть разные Это все в России знают только как вуду И больше ничего об этом не знают Потому что холодная страна, медведи, а там Африка совсем далеко Ступени инициации Ну, например, три ночи Ты закопан по шею в земле Играет тамбор барабанов И ты трезвый, ты ничего не употребляешь Это абсолютно на трезвую голову всегда делается И три ночи по шею Внимание, в земле у нас кто живет? Тракашки, тамбукашки А земля-то у нас африканская Там еще что-то другое может жить? Ты не знаешь И в этот момент ты подсоединяешься к определенным энергиям Кто-то может сказать, они сошли с ума Но они так тысяч десять лет назад сошли с ума И эта практика уже давно передается Подожди, и ночью ты сидишь? Ночью, это ночь Это с двенадцати примерно до шести утра А ты что-то ешь? Нет, ты ничего не ешь и не пьешь А писать в туалет? Вот момент очень такой, да Лучше не писать, вот То есть три дня надо не ходить в туалет? Нет, подожди, стой, только ночью То есть не трое суток Ты только ночью с двенадцати до шести ночи Двенадцати ночи до шести утра, получается И ты лежишь закопана одна? Сидишь То есть это яма Ты условно в ней стоишь И тебя как бы закапывают Тебя закапывали? Да Что ты чувствовала? Слушай, на самом деле ничего ты там не чувствуешь Сначала мне было дико смешно Мне все это казалось каким-то бредом Ну потому что, ну реально Мое представление всегда было С такой научно-сознательной точки зрения Мне было это безумно интересно Как эксперимент изначально Ну окей, давайте посмотрим Но потом где-то час на третий Тебя просто отключает Постоянный барабанный бой Он вводит в любом случае наш мозг В определенное состояние Тебя выключает, и ты не замечаешь этих шести часов Но потом начинаются самые интересные Какие-то сны безумные То есть различные проявления Ты начинаешь видеть боковым зрением То, чего как бы нет Тени всякие бегают Тоже можно списать на разные психологические состояния А панической атаки у тебя не было? Страшно не было? У меня никогда не было панических атак Я не склонна, наверное, просто В принципе Значит, тебя закопали в землю Ты три дня по ночам сидела в земле Что после этого изменилось в твоем сознании? Слушай, изменилось, наверное Ты же не просто сидишь в земле Ты изучаешь тот культ, ту традицию В которую ты приходишь И ты понимаешь, насколько взаимосвязаны Вот эти процессы циклов Жизни, смерти, рождения Опять перерождения И вот эта цикличность, по сути Да зачем там сидишь? Для чего? Потому что, чтобы почувствовать Вот эту энергию умирания И перерождения Тебе нужно переродиться, как жрец Может быть, знаете, есть практика Когда человека кладут в гроб Очень опасная для психики В принципе, неподготовленной Условно разделяя его жизнь На до и после Вот плюс-минус Только это еще с таким Религиозно-оккультная тематика Можно так сказать Это похоже? Ну, ощущения, можно сказать, похожи Только здесь это делают психопрактики А это оккультная практика Которая наполнена еще энергиями Которая пронизывает тебя И максимально, наверное, наполняет Ален, я не верила, что это работает Я как человек науки Не верила, что вообще существует Первое, что я пошла проверять После своих травм Это голову На предмет шизофрении Параноидального психоза Постравматического синдрома То есть, соответственно, ты со временем Там год-два мне потребовалось понять Что вот теперь моя реальность вот такая Какой еще этап был посвящения? Если вообще очень веселый Последний, да То есть это друг Есть два культа Один культ – это Ифауриша Второй культ – это Пала Пала Майомба Пала Бриюмба Там несколько линий Так вот, культ Ифауриша Когда ты проходишь последнюю инициацию Есть в Африке реки В реках живет черт что Последняя инициация, когда ты снимаешь С тебя всю одежду в этой реке И тебя прям ведрами моют там То есть, для белого человека Для нас это пипец То есть, что там может находиться Ну, рыбы, ящерицы, змеи Никто не знает Бактерии Бактерии, да-да-да-да То есть, вот это все Потому что Африка, Нигерия Это самое, наверное Ты знаешь, сначала меня умиляла Эта нищета Потом она просто Непроглядная, наверное Какой-то безнадегой Вот так пахнет Нигерия Ты зашла в эту реку Что там происходило Кроме омовения грязными водами То есть, это чистые воды Подожди, смысл в том Что тебя снимают одежду Ты прям пускаешь ее по реке Эту одежду Тут же переодеваешься в белый Я там орала, честно Все жрецы культа Я думала, что они там разбегутся Потому что для меня это было Мне было очень тяжело Я ревела То есть, я первый раз Когда меня это все вывело Настолько, что я была истерика Я орала, что не поеду Ни в какую Африку Что все Это последний раз Когда я вообще сюда приехала Потому что это морально Для белого человека Привыкшего как в комфорту То есть, это очень и очень тяжело Сама инициация Там такие Один из ее этапов Это дома, построенные из листов Ты лежишь на земле И смысл в том, что по тебе ходят ногами Кто? Кто? Старшие жрецы Хорошо, хоть не слоны Передавая тебе силу Да, это слава богу Но опять же, ты лежишь на этой земле Тебе периодически что-то кладут в рот Когда Что-то ты должен съесть Когда у тебя завязаны глаза Опять же, там ничего вредного Но ты не знаешь, что это Что ты ела? Ну слушай, разные орехи Разный Там, знаешь, есть кукурузный крахмал Который в воду помещается И до загустения Называется Как оно? Акуру называется у них И ты это ешь У них очень специфическая история А я, в принципе, не люблю что-то есть Когда я не знаю, что это И для меня это было Ну реально Очень такая история Если бы не супруг, который везде со мной был Я думаю, что я бы уничтожила их всех Потом надо было срезать волосы Ну то есть мы девочки, да У меня вот эта челка, шторка красивая Он берет нож ржавый Вот так вот Мне волосы вот здесь Понимаешь, у лица И вот так вот режет И я остаюсь чупом Слушай, это все похоже на какие-то экзекуции И все надо пройти, чтобы А смысл в этом, понимаешь? Смысл в том, чтобы Зачем нужно испытание Во всех древних культурах Всегда было испытание Посвящение мальчика в мужчину Они там, что даже слона убить Там, что они должны были сделать И это такая же история То есть ты проходишь это не просто так Меня очень эти моменты изменили Наверное, кому-то это может показаться Диким бредом Зачем ехать за тысячи километров Чтобы посидеть в земле Но там еще есть и гораздо более шокирующие моменты Я знаю, что одним из этапов Является жертвоприношение Животными Что там происходило, расскажи Петухов там режут, говорят Козлов Кого? Козлов Козлов? Да Вырезали козла? Я нет Они, да При тебе? Да А зачем это нужно? Кровь это Универсальный код Жизни И через кровь Идет трансформация Кому-то может казаться диким Я понимаю То есть если бы я сидела и слушала Я, наверное, подумала Что за бред Убивать животных Ну, блин Люди сидят и едят этих животных Каждый день С исключением веганов И не задумываются о том Что это животное кто-то убил Для того, чтобы ты его съел А здесь животное убивается Во-первых, их едят Этих животных потом Жертвенное животное Всегда приносится в пищу Если оно не было Средством очистки От какой-то заболевания Человека Тогда его не едят Если это жертвенное животное В инициации Всегда раздают бедным Это мясо Они используют Они его не выкидывают То есть это то же самое Что убили животное Для пропитания Только через вот такую вот историю А что с кровью делают? Ты сказала Поливают тебя этой кровью И тебя поливали Кровью козла Кровью козла И поверь, там очень много Этой крови течет Вот И вот сама эта энергетика Смерти, рождение Нового, старого Сменяется каким-то Диким танцем оккультным Это все выглядит На самом деле Внутри Ты очень меняешься После этого Очень меняешься И Если вот меня сейчас спросить Работают ли эти практики Однозначно работают Какие ты способности Приобрела После прохождения Способности Способности у меня были Они Не знаю Открылись Закрылись Сказать Были ли у меня способности До Да На определенных событиях Я не знаю Нет, наверное Я их не замечала С собой Появились ли они после Я могла бы делать все Без этих инициаций Но без них Нет Вот скажем Возможности Пользоваться силой Этой традиции Вот за этим это надо В моем документальном фильме Недавно На тему эзотерики Была девушка Тоже Жрица Культов И она соединялась С одной из африканских Богинь И Я с ней Общалась через нее То есть я задавал вопрос Она Значит Мне переводила Что говорила Это богиня И кстати сказала Что я богине Очень понравилась Что она готова Со мной дальше контактировать И Эрзули Мама Фреда Решила выйти К Алене И сказать ей о том Что Слушай, деточка Очень много Ты несешь на себе В последнее время Плечи пригибаются К земле Надо больше любви Надо, чтобы Насилие на руках Это в принципе В ее стиле Фреда Она всегда Себя так ведет С кем ты Можешь соединиться Раз ты жрица Африканских культов Знаешь Если бы это было так просто Это через свечку Мог бы соединиться С богиней Через камеры И куча людей Эта богиня Будьте передавала информацию Наверное Это было просто Ну во-первых Они не богини Они называются Ариша Божества Африканских культах Вуду Это Лоа В нашей традиции Это Ориша И чтобы с ними соединиться Используется Древнейший оракул Который у нас есть Это цепь опеля Который мы Используем Для предсказания Выглядит как матричный код То есть записывается Как матричный код Это цифры Один ноль Выпадают На цепи И для того Чтобы соединиться С Оришем Мы молимся Мы просим его Ну вот она сидела У нее была Зажжена свеча Она сидела Тоже молилась Общалась Какой-то штучкой Как это стояла у нас Какая-то статуэтка Очень странная Я не знаю Такого культа Где в Африке Общаются с богинями Через статуэтки У каждого Ориша Есть усаживание Усаживание Это определенный Может быть горшок Может быть статуя Вот статуэтка У нее была Статуи большие Они вот такого размера Очень красивые Резные В них загрузка То есть в них кровь В них специальные ингредиенты Они кормятся кровью Всегда это кормится кровью Африканские все Усаживания Кормятся кровью Базовое Это усаживание эшу Эшу Это трикстер Хозяин всех дорог И перекресток Даже метафизических Вот идешь ты по жизни своей Каждый из вас идет А он смотрит Куда вас повернуть И каждое событие Которое только может В твоей жизни произойти Ему уже известно И вот его мы просим Об изменении Кстати, через него Моя клиентка замуж вышла Изменили мы дорогу То есть поговорили просто Не-не-не, поработали Вот ты знаешь Реальную методику И вот прошла обряды инициации А есть люди, которые просто Ну так скажем Попсовые Которые просто что-то слышали Изображают какие-то обряды На самом деле это ничего Не имеет отношения К реальным африканским культам Понимаешь, Африка Очень закрытая история Для того, чтобы работать Через Африку Я очень много слышу В инстаграм Вот тут вуду Не вуду Невозможно То есть они настолько закрыты Чтобы получить доступ К этим знаниям К самим ритуалам К самим практикам Ты должен приехать туда Не один раз Я же не один раз В Африку летала Никто тебе там Не откроет книжки И не скажет Записывай То есть ты приезжаешь И узнаешь Ты учишься у них И у меня есть На Кубе Это одно из мест Куда я ездила На инициации Один жрец Он очень известный Его зовут Франко Брера Его все очень боятся Его называют Эль Локо Это шут Человек, который Я вот знаю эти истории Я видела, как он так делает У него очень много Порошков дома Различных стоит Просто ты заходишь И не понимаешь Где ты находишь Как будто аптека какая-то Он одному из тех людей С которыми он В контрах был условно Выдал порошок в лицо И сказал Тебя закроют Того закрыли Через несколько дней В тюрьму То есть Недооценивать Мощь вот этой вот Древней истории Это же порошок Что такое пирожок Это вещества Да Что такое вещества Запрещенные? Нет-нет-нет Любые там Кора, дерево Есть, например Дерево Оно называется Палос диаблос То есть это палки Дьявола условно Это очень ядовитое дерево Но ядовитое В случае Если ты его съешь условно Если оно куда-то На тебя попадет Ничего не будет Что делается? Берется этот порошок Растирается Заговаривается Кормится определенным образом И подсыпается к человеку Человек же не верит Да херня какая Порошка тебе насыпали Ничего с тобой не будет Вытряхни Как часто к себе обращаются С просьбами Получить этот порошок Чтобы насолить врага Слушай, я не делаю такое У меня табу У меня табу На любой вред человеку Это в моем знаке жизни Вышло Я не могу Хотя я могу Очень сильно это сделать Но По какой-то причине Мне запрещено Я не делаю А кто тебе запретил? Инициация Знак инициации Когда мы приходим на инициацию Выпадает Оду Оду это знак жизни И В нем Есть определенный табу Который ты не можешь нарушать Там такие смешные табу бывают Короче Одному человеку Вышло табу Не писать в море Ну все же писают в море Да Ну давайте Все люди писают в море Или в океане Смешно, да? Таким у рыбков Член заползла Когда он писал в море Как заползла? Ну какая-то хрень попала туда Просто в трусы Или прям проникла? Ну просто туда Когда он писал Через несколько лет После инициации Ну почему тебе был запрет Не писать в море? Это очень смешная история Многие знают Но смешная До какой степени Другой девушке Нельзя было кататься на лошадях Табу подходить к лошадям Перелом спины Она упала с лошади Через несколько Опять же некоторое время Причем Пока ты не получил эти табу Ты о них не знаешь То есть ты в принципе Можешь их нарушать Но как только ты приходишь В эту сетку Ты уже ничего нарушать не можешь У меня табу Не лечить людей Я попыталась вылечить Свою собаку У меня есть собака Которая болеет И мы вытягиваем его Кстати Врачи говорят Что это неизвестно Почему он жив То есть они не могут Объяснить Три года подряд Я попыталась Его вылечить Последний Очень кризисный момент У него было Гнойное воспаление У меня Потом на этой руке Которую я его лечила На плече Был огромнейший абсцесс То есть Видимо я забираю Значит что-то То есть И мне Нельзя это делать Какие еще табу У тебя Проявились Ой Табу Не врать То есть сейчас Ты не врешь Я не вру в принципе Я говорю так Как оно есть И понимаешь Один раз Как вот Я Не то что соврала Сейчас вот Очень смешно Должна была Ехать к косметологу Просыпаюсь И думаю Блин Как же мне лень Сказать что я не могу Думаю Ну как она меня ждет Говорю Ой слушай Ворота сломались Не могу выехать Тра-ля-ля Вечером этого дня Я сажусь в машину Завожу У меня не открываются ворота Ну понимаешь да То есть я утром Наврала что они у меня Сломались Вечером того же дня Они не открылись мне То есть я не попала Куда хотела Как ты поступаешь Когда необходимо соврать Да не вру я То есть я говорю правду Люди со мной Из-за этого общаться Не любят Понимаешь Потому что я человеку говорю То что я о нем думаю Либо молчу Если я не могу сказать Я не буду говорить ничего Вообще Вот Я об этом всем думаю Мне кажется Это же совершенно чужда Вообще Нашей культуре Традициям Религии Конечно Почему тебя понесло В ту сторону В африканскую Девятнадцатая битва Экстрасенсов Вспоминаю Я воперлась туда Прошла все эти этапы И познакомилась На поляне С шаманкой И она мне говорит Слушай Вот есть такой-то жрец Сходи к нему Не знаю Что она мне это сказала Это был мой первый крестный Я про него ничего Вообще не буду говорить Потому что Не могу ничего хорошего сказать Но тем не менее Первое предсказание Которое он мне сделал Было максимально точным Описанием моей жизни И я поняла Так Через два дня Я говорю Сережа поехали Мы поехали в Астрахань К нему На машине Я прошла тогда Первую инициацию В том доме И это было Вот знаешь Хождение по трубам Это было хождение По разным людям Которые называют себя Жрецами очень долго Пока я не нашла своих Вот я нашла своего крестного Он в Турции живет Человек который Спасал жизнь И очень многим онкобольным Ты же понимаешь Какой Начнется хейт В комментариях Конечно Что ну какое Имеют право Рассуждать все эти Эзотерики О лечении рака Это основная проблема Он не говорит Мы ни в коем случае Не говорим о том И говорить о том Что его можно вылечить С помощью магии Нельзя Так вы дождите Нет Я же не говорю о том Что с помощью магии Фундаментальная медицина Первична Я всегда говорю Всем своим клиентам Пациентам Ко врачу Сначала мы идем Ко врачу И только совместными усилиями Мы можем достигнуть Результата Почему Если болезнь проявилась В вашем теле Все мы лечим тело Но причина энергетическая Причина рака 90% Психосоматика Что такое сознание Человека Принадлежит ли оно Этому миру Сознание Вот этой матрицы Вот этой 3D-реальности Нет Потому что каждый из вас Может представить Прошлое, будущее Настоящее Погрузиться в любую Возможную Введуманную реальность Так где находится сознание Не здесь Но вот я начала эту тему Не случайно Ты сказала Что только совместными усилиями Можно вылечить Но ты же знаешь Что врачи Они вообще жестко отрицают Все это Нет Вы слушай Вот у меня очень много Друзей-реаниматологов Вот эти люди Которые работают На грани жизни и смерти Либо они жестко бухают Понимаешь Многие из них Не признаются никогда Скажут Нет, да это все херня У каждого из них Найдется парочка Необъяснимых случаев Тогда, когда человек Не должен был выжить Вот не должен был Там у нас реанимация 30 минут Должна быть, да По протоколу Но в первые буквально Наверное 5-10 Ты понимаешь Что все или не все Иногда там На 40-й минуте Человек очнулся И у него даже Последствий никаких нет Не может быть Фундаментальной медицины Это отрицает Мой случай Того, что я выжила Это просто Вот такой большой болт Фундаментальной медицины В твоей жизни Произошла страшная авария Расскажений 16 августа Ой, простите 14 августа 2016 года Я Даже каждый раз Вспоминаю Каждый раз Ну, не понимаю На хрена Это было нужно Иногда Потому что Вот та жизнь Мне была очень дорога То есть Мне она очень нравилась Я не хотела Вот того, что есть сейчас А сейчас я понимаю Как много мне дали Но четкое ощущение Что прошлая личность Была стерта Я У меня психоаналитик Есть мой терапевт Естественно Я включена В личную терапию Потому что Как психоаналитика Должна проходить Куратор и все И я не узнаю Свою личность На прошлых фотографиях То есть тело мое Внутри не то А как ты выглядела До аварии? Так же я выглядела Тело мое Ну, я была худее Просто, да Из-за того, что был Громональный сбой Только сейчас я могу вернуться Вот сейчас Со всеми процедурами Прошлой формы Сам факт Я вижу фото Я понимаю, что наполнение Тело это Наполнение не то И если я начну рассказывать Что я видела Находясь за гранью Да Это совсем не то Что видят люди Там свет Тоннели Вот Давай все-таки расскажем Что случилось с тобой КамАЗ, мотоцикл Смерть Ты была на мотоцикле? Да, я была на мотоцикле Я езжу на мотоцикле До сих пор, кстати Это было в России? Да, да, да И где ты ехала? Ну, МКАД, где Господи, этот В ЛНХ Вот там вот В этом развязке Там вот так есть поворот И Ты ехала одна, гнала? Нет, ты не гнала Я ехала просто Что ты помнишь вообще об этом? Слушай, знаешь, какое интересное ощущение Когда тебя перерубают пополам Ты чувствуешь, когда из тебя утекает кровь И ты понимаешь, что ты умрешь Ну, потому что магистральные артерии перерубаются Я же как медик понимаю, что произошло Перерубаются артерии Соответственно, сколько у тебя времени? Ну, две минуты И сознание такое Чух Вот так в точку И все, до свидания Ты потеряла сознание мгновенно? Ну, не мгновенно, там две минуты Ну, там же болевой шок, да? То есть ты не осознаешь в моменте Что с тобой произошло Потом кома Потом медицинская кома Потому что меня нужно было спасать Меня до сих пор, знаешь, спасали так Они просто делали свою работу Понимая, что они меня не вытащат То есть поэтому я сейчас Разгребаюсь с определенными последствиями По здоровью А какие травмы тогда ты получила? Какие травмы? У меня Рука, например Вот эти два пальца я не чувствую Поэтому у меня постоянно падает Потому что сшивали нервы Падает что-то Если я держу И забываю, что я держу Все, до свидания Они разжимаются Вот Ноги Основные ноги Ударутся Конечно Да Как это вообще происходит? И что ты из этого помнишь? Слушай, я помню очень-очень многое Там минуты, они растягиваются в часы и даже дни То есть по факту ты находишь Стояное количество минут Да? Но на самом деле это не минута Я там находилась как будто несколько дней Понимаешь? По внутренним ощущениям И после этого я точно знаю, что время Это только прерогатива вот того места, где мы живем А там все это не так И я очень хорошо помню Объединение с чем-то огромным Что ты не можешь объяснить Когда твоя личность объединяется с ним Это как будто ты Но как будто сверх ты То есть это все твои Возможные варианты Я с ним как будто бы объединилась И потом отлетела обратно Но с каким-то новым наполнением И я видела там очень многое Я видела нижние уровни астрала На которые падает человек после смерти То есть когда человек умирает Вот если кто-то хотя бы чуть-чуть в это верит Вы должны понимать, что человек, который умер Находится рядом с вами на несколько дней точно Он все слышит, все видит, все ощущает И он еще та личность, которая была при жизни Потом эфирные тела все, которыми мы живем, отпадают И он уже не может здесь задерживаться Он уходит на другой уровень Сколько дней с нами люди, которые нас покинули? Почему религия рассказывает, что до 40 дней? На самом деле там есть определенное объяснение Я думаю, что потому что отпадают энергетические оболочки В течение 40 дней, в течение этого срока Но меня не было, например, нисколько То есть я не помню себя, находящуюся там рядом с телом Рядом с врачами То есть ты сверху ничего не видела? Ничего такого не было Я не видела даже тоннелей Такое ощущение, что я переместилась фактически в копию нашего же мира Только немножко по-другому оформленную И дальше там были разные разговоры, разные моменты, разные существа А какие существа там? Которые там живут А как они выглядят? По-разному они выглядят так, как ты их воспринимаешь Они могут принять любой образ То есть на что ты способен, как ты способен их воспринять Так они и выглядят Люди, которые рассказывают, что после смерти Ну типа во время кома они попадали в ад или в рай Им просто показывают этот ад или рай Им показывают именно то, что они должны были увидеть Там как компьютерная игра Черт, в симуляции ты попадаешь И тебе покажут все то, что ты хочешь И все то, что тебе нужно видеть Ну опиши хотя бы, как это выглядит Что это? Что ты видела? Вот где ты вот... Как вот что происходило? Мир, такой же мир, представь Просто такой же мир, но немножко Как будто искаженный То есть палата, больница Никакая не палата, не больница, город А, город, ты в городе была? Я была в городе, и там были разные люди Я помню огромное озеро Мне почему-то пришло, что это озеро памяти Куда ты можешь положить руки и вспомнить все свои прошлые жизни И прошлые воплощения И они ведут тебя туда перед тем, как ты соединяешься Вот я поняла, что у каждого человека Вот вы не думайте, что ваша личность Это единственное, что может быть Хрень собачья Вы соединяетесь со своим сверх-я Кстати, в Африке четко это прописано Я потом узнала Есть такое понятие, как эгбе Духовное сообщество на небесах Это, условно, твоя большая часть Которая осталась там Духовный двойник твой Он существует, ты понимаешь? Это вот огромная сверх-личность В которой отдает маленький кусочек себя Чтобы ты спустилась на землю И прожила жизнь Мы же рождаемся, умираем сотни раз И каждый раз возвращаемся туда, относя опыт То есть там есть сверх-личность Куда мы Большая ты, большая Алена Земной путь Я туда возвращаюсь И мне потом оттуда снова какую-то частичку Ну, кто-то ты там, Ваня, Петя В следующей жизни будешь Ну, это я буду А не личность Ты рассуждаешь, как Алена Часть моей сверх-личность Твоя душа, понимаешь? Личность, это, условно, накипь на чайнике А сам чайник, это душа Почистить чайник накипи не будет Но чайник-то останется А что ты осознавала в этот момент? Ты понимала, что тебя нет Ничего ты не понимаешь, что тебя нет Тебе максимально кайфово Потому что ты обретаешь новую форму взаимодействия с реальностью То есть ты можешь фактически принять любой вид Любую форму Ты совершенно не скучаешь по своему телу То есть нет такого, блин, я же умерла Вообще нет То есть просто настолько это нормально, что это происходит И, кстати, каждый человек выбирает свою жизнь сам Перед тем, как личность рождается Перед тем, как она приходит на Землю Она просматривает варианты своей жизни Очень многие просматривают Это сверх-личность просматривает Нет, вот ты идешь на воплощение, условно И, знаешь, это очень сложно Как будто человеческого языка мне не хватает, чтобы это объяснить Ну как вот я? Семантики вообще Или моя личность выбирает, где мне родиться Ты идешь на воплощение, да Тебе нужны выполнить определенные задачи Дано, это твоя карма Соответственно, чтобы ты выполнил эти задачи У тебя должны быть варианты какие-то И у тебя есть вариант такой, такой и вот такой Там, условно, Алена, вот родилась Алена Алена должна стать журналистом, да Чтобы рассказывать людям, открывать каких-то новых героев Ну а что ж я выбрала, родиться сразу не в Москве или в Нью-Йорке А смотри, возможно, был вариант, что ты родилась в Нью-Йорке Работала в Таймс И там в 40 лет, там, что-нибудь, я не знаю Уехала дауншифтить в Тибет, да Ну, примерно, это я просто сейчас придумала Или же вот такая жизнь, или какая-то еще И никогда чистый вариант не происходит То есть все равно здесь имеет Все сценарии, получается, распределены уже Конечно, тебе дают нужный род То есть ты рождаешься в нужной матрице Род, это матрица, в которой рождается человек Чтобы максимально выполнить ту программу, которая есть Смотри, если следовать этой логике То жизнь человека изменить вообще нельзя Можно, так смотри Если ты выбрала сценарий, а там, значит, я... А он же много вариантов Это сценарий, понимаешь? Смотри, если у человека... Тогда бы я выбрала родиться в Нью-Йорке И там бы я уже с Далл Шифтинга передумала Ты сейчас думаешь, как Алена, понимаешь? А нужно думать не как Алена, а как то, что Аленой не является По сути И ты выбираешь это, исходя из нужного опыта Есть люди, которым изменить ничего нельзя Их дано, это просто зло, зло, меньшее зло Потому что в прошлой жизни этот человек Похерачил сотни людей И в этой жизни он рождается каким-то больным ребенком Не надо это только писать Нет, но получается, что он же сам это выбирает тогда Да, ему нужен этот опыт Потому что нужно отработать вот эту карму То есть это личность, которая выбирает Она все понимает Вот я в прошлой жизни плохо поступал Она не понимает Дай-ка я рожусь Не она назначает, понимаешь? Не личность назначает Блин, опять же, мне семантики не хватает, чтобы объяснить То есть условно это распределение Давай вот так назовем распределением Когда ты идешь на рождение, на воплощение Выбирается семья, выбирается род Выбирается условно то, как ты проживешь Но вариантов масса Твое будущее так же многовариантно Но ты должна получить определенные уроки Вот в финале этой темы про жизнь после смерти Раскрой понятие посмертие Что это такое? Я в твоих учениях и практиках его увидела Слушай, посмертие интересная история Больше всего удивляются скептики Я, знаешь, одному скептику говорю Вот ты, говорю, охренеешь, когда умрешь И поймешь, что все, о чем ты думал И все, что ты себе представлял, не так Человек умирает Какое-то время находится здесь Потом переходит Наш, вообще, вот самое интересное Пирамида, представляешь себе? Наш нижний мир Это вот проявленная реальность Это та реальность, в которой мы с вами живем Такая тяжелая Дальше находится астрал с его слоями Дальше условный тот свет И дальше абсолют То есть это можно назвать пирамидой По которой мы перемещаемся У каббалистов есть так называемое древо Сефирот И есть Сефира Кетер, коронная И Малкут Малкут – это проявленный мир И путь молнии, идущий от Кетер к Малкут Является путем творения Они ближе всего подобрались к описанию Как мне кажется, вот этих миров Из нижнего тяжелого мира, отбрасывая телесную оболочку Мы переходим во все остальные миры Чтобы опять вернуться в этот Зачем, не спрашивая, я не знаю Это путь жизни вот такой вот, опыт А может быть, компьютерная игра Ник Бостром-то, кстати, писала Компьютерные симуляции еще в 80-х годах Очень интересно А вот после всего того, что ты пережила Побывала там, что-то увидела Страх умереть Да нет, никакого Пропал? Да абсолютно Или не было? А ты знаешь, страх умереть Как вот потерю полную себя И знаешь, такого никогда не будет Да? Что мы себя еще не обрели, чтобы потерять Вот эта личность, на которую все молятся Я, как же я, вот моя собственная душа Вот я же, что со мной потом будет? Да нет этого ничего Это настолько все незначимая история Ты должен, единственное, что сделать Познавать себя Познавать этот мир Чувствовать, любить, отдавать Максимально изучать эту реальность Максимально дарить другим Радость, любовь, тепло, заботу И только это по-настоящему ценно А не возникало желание Вернуться туда, где ты уже была Где все так классно, интересно Нет такого желания, понимаешь? Есть опыт Меня же не просто так сюда вернули Не просто так, абсолютно Знаешь, это как Я не выполняла свою задачу То есть моя задача была в том, чтобы вести людей И не в том, чтобы заниматься какой-то, знаешь, магией Волшебством, да, вот все это Вот это шизотерикой Нет, я это изучаю Шизотерикой? Шизотерикой Что такое шизотерикой? А это как раз вот эти товарищи Которые называются родовыми колдунами Потомственными магами Кладбищенскими гадалками И прочими, ну просто вот этими всеми, да Которые видят повсюду призрака Бегают по кладбищам свечками в заднице Ну то есть вот эти товарищи, они шизотерики Потому что это не научно нисколько Я пытаюсь, знаешь, где-то одной извилинной в квантовой динамике Другой извилинной в красной книге Юнга Найти объяснение и объединить это Потому что помогать людям, не будучи психоаналитиком Не получив, сколько, определенные знания, да В разных абсолютно областях работы сознания Как я буду заниматься практикой? Почему люди верят всем представителям шизотерики? Они хотят верить, нам нужно чудо В тяжелое время человеку нужно чудо И хотя бы, чтобы немножечко сказка, да О принце и принцессе была реальной Давай поподробнее про шизотерику Давай Таро, это шизотерика? Это не магия В чем отличие? Таро, что такое карта Таро? Это архетипа бессознательного Который Карл Густав Юнг у нас расписал идеальнейшим образом Старший аркан Таро, это базовые, такие глобальные архетипы Младший аркан Таро, условно-ситуативные архетипы Королевский двор, условно, давай поделим на человеческих представителей То есть у всех людей, в принципе, все одинаково То есть рождение, работа, отношения, познание себя, любовь, смерть и прочее Но это же гадание Это вот неправильное понимание Таро Ну как ты раскладываешь в рандомном порядке карты, которые мешают Не, не в рандомном, смотри Что такое карта Таро? Это картинка, напечатанная на картонке Больше в ней ничего магического нет Ее не надо заряжать, на нее не надо молиться И спать с ними не надо в тумбочке Не надо, и чистить не нужно, и трогать может кто угодно Ну только если у тебя, допустим, я не люблю, когда трогают мои вещи просто, в принципе То есть я не люблю, когда их хватают Наверное, только в этом причина того, что их не надо трогать Далее, этой карты Человек, Таролог, истинных единиц Знаешь почему? Потому что для того, чтобы человеку сделать Разбор вариантов развития его ситуации Никогда нет одного точного прогноза Потому что будущее много вариантов Чем дальше, тем больше идет развилка Человек должен уметь подключаться К этому общему информационному полю И через картинки, через эти архетипы Считывать ситуации, которые будут происходить с человеком Как распознать настоящего Таролога? Да никак И отличить его просто от миллиардов этих Тарологов Ну видно, не знаю, мне кажется, что видно Есть ли глубина в человеке, есть ли в нем смыслы Помимо вот этого всего напускного Помимо того, что каких-то общих клише Которые рассказывают, есть ли у него истинные знания Есть ли у него опыт, есть ли у него понимание Я Таролога знаю одного, гениального Это гений Таро Но абсолютно максимально нестабильный психический человек Он был моим лучшим другом Мы перестали общаться Но он является гением Таро Ни одного такого я не видела Кто это? Он неизвестен в сети Ну ты скажи, чтобы люди понимали вообще Слава его зовут Таролог Слава Да, он гений Таро И не хочу ему рекламу делать Поэтому не скажу фамилию Я поняла Он меня предал пять раз подряд, понимаешь И поэтому, ну это гений Я признаю его гениальность Все его расклады Все сбывались 98% точности 90, блин, 8% Тогда он говорит, будет так Я говорю, да как будет так Да невозможно это Он говорит, будет так И оно случалось именно так Я таких не видела больше Давай дальше про шизотерику Битва экстрасенсов, в которую ты ходила Насколько много там представителей шизотерики? Ты знаешь, я их не исследовала Я не смотрела битвы экстрасенсов Я пыталась туда пройти Да ладно, их же все смотрят Нет, я смотрела, может быть, тогда Когда это только начиналось То есть когда это самое начало Там Бантеева была Вот эта история А вот Бантеева Кто она? Тоже ведьма? Слушай, не знаю, кто она Она очень хорошо поставивший Продвинувшийся человек Но явно она практиковала Сейчас прошла битва экстрасенсов Битва сильнейших Победил Влад Череватый Влад Череватый Который победил напополам с Олегом Шепсом Череватый чернокнижник Кстати, интервью вы можете посмотреть у меня на канале Вот он, кто? А он победитель битвы экстрасенсов Приносил мне в студию Землю с кладбища И он занимается всем этим Вот замечательно А ты как раз про шизотерику Знаешь, я вот всех вижу Этих людей, да, колобейщинские Никогда не видела вот этих товарищей Счастливых, богатых, успешных, реализованных Хорошо выглядящих, свежих Ну, Череватый, симпатичный У него проекты пошли один за другим Ну, конечно, потому что Человек прошел рейтинговое шоу Я уверена, что 99% участников Это шоу Называется шоу Битва экстрасенсов Даже в самом названии же понятно, что это такое Ну, реально И я уверена, что эти люди Все потомственные родовые колдуны Сколько там? Тысяча человек уже было в шоу И вот все потомственные, черт подери, родовые Где вот эта одна бабка-повитуха Которая их принимала Мне просто интересно Их роды, вот они вылетали оттуда Да, давай-давай-давай колдунов побольше Я реально в это не верю Ну, честно Я верю в традицию Я верю в силу традиции Я верю в обучение Я верю в инициации Я знаю, насколько это тяжело Это обязательство Но в медиумов ты веришь Вот люди, которые так же видят Как ты Да, на Кубе есть культ Как Эльбруха, да, колдунья Есть культ Боведе спиритуаль Да, то есть это спиритизм Но там действительно очень глубокий спиритизм Который переплетен, да С верованиями Переплетен с различными работами Я не верю, что человек Вот так вот на камеру Сев Как это, свечку себе поставил И начинает бормотать голосом Какого-то там духа Так не бывает Это, ну, невозможно Потому что любой человек Имеет Ну, вот я даже пришла сюда Здесь куча незнакомых людей Огромное количество энергетики Которая мне незнакома И непривычна Соответственно, в любом случае Ну, определенное закрытие Далее Работают камеры Работают устройства Невозможно стаблюсти Все нужные мероприятия Которые нужны для работы Я правильно понимаю Что ты во все это не веришь Но за битвы экстрасенсов Ты послеживаешь же, как и все Да нет же Но ты же туда ходила на кастер Вот это, смотри Это как раз-таки 19 сезон Думаю, так 19 августа Меде рождения Значит, надо мне пойти На 19 сезон У ТНТ есть все эти кадры Наверняка Как я считывала У них черный конверт Закрытый полностью А ты угадала там все Я все угадала, естественно Дважды я все это угадала Про всех человеков рассказала А в машине нашла? В какой машине? Я не поехала на машину Почему? Вперед до 5 утра Вот И ехать на какую-то заправку Понимаешь? И Во-вторых, меня не позвали Это ладно Значит, короче Прикол в том, что была эта ширма За ширмой шла операция Йорку или кому-то Я четко описала Собачки? Да, собачки То есть Телевидение помнит Понимаешь? Но, опять же Были люди, которые не знали Ни черта не умели Но каким-то образом Они лай-лай-лай Оказались дальше Вот Но были расследования какие-то Что там и подсказки существуют Из-за этого же огромный скандал был Существуют там и подсказки Мне людей там жалко Понимаешь? Которые истинно плачут Истинно проливают слезы У которых умирают дети А это все такой, знаешь Природный хайп А тебе не хотелось Прийти на битву экстрасенсов Именно в качестве человека Который бы развенчал Так они меня не взяли А они тебя не взяли? Ну, конечно, они меня не взяли Нахрена им человек, который что-то видит Который может устроить Непрогнозируемую историю Вот На телеканал ТНТ Меня может пригласить Мне кажется, что они как раз Заинтересованные рейтинги На этом они делают Когда экстрасенсы Ступают между собой В какие-то конфликты Ругаются Убегают из этого зала Это же люди Это же вот какие-то Человеческие эксклоки Я тебе сейчас Землей кладбищенский Да я тебе сейчас Хлыстом по жопе Но это реально Это смешно выглядит Но ни один уважающийся практик Я не могу туда пойти Потому что, наверное, не поймет Тот маленький Пул вип-клиентов С которым я работаю А у тебя маленький Пул вип-клиентов Да Я перестала работать с людьми Потому что Если честно Сейчас меня гораздо больше Интересует Именно работа сознания Бессознательного Трансформация жизни Через определенные Родовые расстановки И вот это все Вплетение В оккультно-эзотерическое Потому что есть люди Которые только через это Могут свою жизнь поменять Вот ты сказала Про маленький пул вип-клиентов Да Я правильно понимаю Что ты дорогой специалист Очень Раз у тебя маленький пул Да Что же они все тебе носят По несколько миллионов Вот были там Губернаторы Назначали губернатора моего Я не буду называть Эти их имена То есть ты человеку Можешь помочь Чтобы его губернатором Назначали Безусловно Если он работает Где-то в правительстве Он хочет То есть не просто Пришел ко мне с улицы Да, я стану губернатором То есть у меня есть люди Которые получили эти должности Я смотрю там Совещание правительства У него браслетик мой Такой Тынь-дынь Тынь-дынь На ручке Вот То есть это специальный обряд Где ты человек Это комплекс работ Не один месяц Понимаешь Чтобы человек Получил ту должность Которую он хочет Ты посмотри Сколько вариантов И сколько людей Надо сделать И чтобы У нас субъектов Федерации Неограниченное количество То есть кого-то Должны сместить И именно этого назначить Полтора года Мы работали Я не представляю Сколько он тебе заплатил Хорошо заплатил Назначать Вот кто назначает Губернаторов У нас в стране Он подарил мне машину Но я продала Потому что мне не нравится Эта модель Вот Купил другую Да И хорошо заплатил денег Потому что он бы заплатил Больше за эту должность Если бы пошел Прямым путем То есть с помощью Всех вот этих вот Инструментов И твоих знаний Ты можешь делать Не я команда Я работаю с командой Конечно Ты можешь выполнять Такие невероятные задачи Как назначить человека Губернатором Да Как а президентом Нет Это миссия Это человек Который знаешь Богом посланный Владимир Владимирович Это человек Который обладает Мощнейшей энергетикой Мощнейшим пулом То есть это человек Который стена Понятно КГБ Понятно ФСБ Все понятно Но представьте Управлять страной Черт подери Я боюсь себе представить Что такое Управлять страной И кучу лет Спать по три часа в сутки Давай еще Про твоих ВИП клиентов Кто к тебе обращается Кроме кандидата в губернаторы Даже тут знаешь Иногда у тебя на заставке Промелькивают Вот У меня? У тебя Так включите заставку Сейчас я Филипп Киркоров Не знаю такого Вот Но тем не менее Понимаешь Есть люди Которые Своим сознанием Немножко Вырастают Над миром Вот этим Человеческим миром Таким Материальным И понимают Что далеко не все Управляется вот отсюда Что у нас есть энергетика Что у нас есть событийный ряд Который можно формировать Человек Мы По сути Когда я прочитала Ника Бострума Да Почитайте кому интересно И Я Вот это было Еще мое убеждение Что это матричное пространство Оно реально такое И соответственно Есть варианты развития Которые распространяются В разные стороны И если Найти механизм Этим управляющим Ты будешь получать То что ты хочешь Я познакомилась с тобой На магическом девичнике Алены Водонаевой Где кстати Была куча представителей Из эзотерики Мне кажется Слушай Не было Я там одна была Из эзотерики Но ты сидела Гадала Как раз На картах второй Я к тебе уселась Ты мне сказала Очень интересные Правдивые вещи Потом мы с тобой Договорились поработать Ничего никак не поработаем Но уж после твоих Рассказов про губернаторов Я к тебе Я тебе потом на ушко скажу Кто Что ты знала Видела их в лицо На какое ушко Нас смотрят миллионы А я тебе потом Я бы хотела узнать Твое мнение По поводу Разных ситуаций Случающихся Со звездами шоу-бизнеса Давай Я знаю Что ты Ну ты и сама рассказываешь Ты многое видишь Вот например Взять последний скандал Тимура Хайдарова Знаешь Тимур Мы видели Кстати с ним На твоем день рождения Я должна была Лечь к нему на операцию В прошлом году Света, Сильваша и его жена Мы общались в то время Достаточно хорошо Мне это устроило Я к нему прихожу Я видела Что у человека Закрывался венец над головой Ну просто я это вижу Объясни, что это значит Венец над головой Я не могу тебе объяснить Ну просто я вижу Как сжимается обруч А это значит Что какой-то событийный Крайне негативный ряд Произойдет с человеком В ближайшее время Ну Тимур Успешный хирург Ему завидуют все Все врачи Фундаментальной медицины Думают Да как он Да он там Да он сям А он выбился И сделал то, что Не могли сделать они Я тогда сказала об этом Свете Что Света Грядут события Какого-то Ну реально Трешового характера Вот они и случились То есть это можно Все увидеть Это можно увидеть Это можно убрать Да более того Но Тимур Это очень достойно Прошел я считаю И надеюсь Что дальше у него Все будет только Лучше идти Скажи А что Какой венец Закрылся Или раскрылся Над головой Анастасии Волочковой Алкогольной А Настя Волочкова Действительно Раньше Вот посмотрите Ее видео Начало двухтысячных Это статуэтка Это просто Красивейший Фарфоровый лебедь Да И что сейчас Это травмы Травмы Я хочу быть принцессой Травмы Желания Психологические Там нет магии Ребята У Волочковой Никакой магии Нет Там просто Желание Огромное Найти хоть кого-то Кто будет рядом Кто будет любить Кто будет обожать Кто будет носить цветы Она же вся в цветах У нее тапочки Даже в цветочках Как у девочки Которой хочется Просто вот эту сказку А откуда в этой жизни Взялся алкоголь Который ее губит И мы все это наблюдаем Потому что травма Есть непроработанные травмы Которые с детства Идут у нее Есть родовое Бессознательное Что у Волочковой В роду Я не знаю Что у Волочковой В роду Я знаю Что это дичайшая травма Я знаю Что это дичайшее горе И невозможность Применить себя Ушедшая слава Невозможность Себя реализовать Она пытается Она очень старается Она действительно Светлый сама по себе человек Но есть вот эти Такие знаешь Как печати Которые стоят на тебе И если ты с ней Не разгребаешься Ты будешь ее заливать алкоголем Можно спасти Волочкову? Нет Я думаю, что нет Она не хочет Ей не надо У нее все хорошо То есть Как можно спасти человека Который тебя не просит спасения У нее отлично Она на Мальдивах У нее все окей Шпагаты Мальдивы, Джигурда Эти люди выбрали Сами свой путь Да Такой эпатаж Такой хайп Такую всю историю Им так нравится Но Вопрос в том Счастливы ли они Ответ нет Счастливого Волочкова Ответ нет Человек, который бросается На каждого мужчину Желание найти там своего От любви к себе это делает От баланса внутреннего От гармонии Конечно нет Часто ты Пытаешься сказать Звездам Каким-то популярным людям Что у них Грядут проблемы в жизни Нет Я не спрашивают Не говорю Зачем Я говорю это либо близким Да То есть которые Ну с кем я дружу Вот например У Алана Мамаевой Да это близкая моя подруга Очень люблю этого человека И тогда Когда был развод С Мамаевым Я уверена Что нынешняя Женушка Мамаева Творила дичь Потому что Болели дети так Что я бы только успевала Их чистить И они выздоравливали Что это было То есть Так вот это не для видео Я вообще уверена Что Мамаев Превороженный нахрен Потому что он давно Уже лишен личности Там вот эта история В аэропорту Когда он оборачивается Да пошел на Все таки может вашу позицию Можем Нет я журналист Вы зачем снимаете Я хотел вашу позицию Я ребенка Сейчас себе телефон разобьют Ты понял Я хотел вашу позицию Нормальную осветить Я говорю ты зачем снимаешь Хорошо Я хотел Не будет позиция Моя позиция Понял Он всем своим телом Даже поворачивается Из-за нее как будто Он выглядит ужасно Его энергетическое тело Ужасно Он никуда без нее не ходит Он трясется вот так вот Но там однозначная Ну серьезная такая Прям шапочка на человеке Чух А ты пробовала Работать с их историей Алана не хочет Ей это не надо Алане не нужен человек Который мало того Что изменил ей Не заботится о ее детях Забыл свою дочь Бросил своего сына Которого он таковым назвал И мужиком в принципе Не является Могу в лицо ему сказать Я считаю Что это трэш Такое поведение И она никогда не хотела Его вернуть Что самое интересное Никогда меня не просила Хотя все На странице Нади Санько Рассказывают Что Полина Целыми днями колдует Чтобы вернуть Мамаева Ну просто Что за бред Нафиг мне это надо Ты сказала Что ничего не говоришь Когда тебя не спрашивают Ну например Есть ли сейчас Какие-то ситуации Связанные опять же Со звездами Когда ты видишь Что Ну прям Совсем будет плохо И вот у нас Есть возможность Мы сейчас Сидим в студии Нас все посмотрят Сказать кому-то Предупредить Знаешь какая проблема Я их всех забываю У меня после аварии Ну коротковременной памяти Проблема То есть Я какая-то кузнечка У кого там может быть Ну давай Вот ты мне называй Я буду вспоминать Кого А вот с героями Скандальной вечеринки Ивлеевой Что произошло Ты это вообще Как-нибудь Могла увидеть Или вот что сейчас Вот будет происходить Я думаю Что просто Всему есть свое время И свое место Я не думаю Что это Они как взрослые люди Каждый имеет право Прыгать в трусах Где угодно Но когда ты взрослый Известный человек Ты уже должен понимать Как в какое время И ты можешь В каком виде Где прыгать Но я уверена Что никаких Каких-то глобальных Серьезнейших проблем У них не будет Все восстановится Ну контрактов лишаться Да Каких-то Ну еще что-то Но здоровье их не лишили Жизнь их не лишили Из страны их не выперли То есть ничего не произошло И соответственно Со временем У людей все наладится У меня в студии сидел Гуф Кстати интервью Можете посмотреть На моем канале У него куча проблем И с женщинами И в жизни он своей Не может разобраться И зависимости И вообще он кажется Потерянным человеком Что ты видишь То есть я думаю Что Гуф Человек который потерялся Уже достаточно давно И найтись не может Уже много лет Запрещенные вещества Они разрушают Не только сознание человека Они разрушают Наркетический контур И до тех пор А он употребляет То есть я уверена Что человек Который до сих пор употребляет И пока человек Находится В употреблении Периодически Да захаживает В этот иллюзорный Наркотический мир Чему-то наладится Его случай невозможно Так он сам не хочет Основная проблема Большинства людей Они сами не хотят Ничего в своей жизни менять То есть они как бы Хотят Чтобы поменялось Но делать ничего не хотят То есть вот если я буду Здесь сидеть Вот так как есть И если оно поменяется То зашибись Можно магию для этого Чего обещают все гадалки Что вас изменится При отсутствии ваших движений А так не бывает То есть ситуация Когда человек приходит Обращается к специалисту По магии С проблемой Которая не у него А он например у близкого То ее решить Вот так вот В одностороннем порядке Невозможно Я считаю Я считаю Что личный контакт Нужен всегда С человеком Человек должен хотеть Решить вопрос Потому что если человек Не хочет Какого Есть свобода выбора То есть мы не имеем Права вмешиваться То есть он должен Попросить об этом И то Когда человек тебя просит Ему помочь Он должен понимать Какая колоссальная работа Ему предстоит Потому что Никакая магия Без работы над собой Не работает Только в минусовом Негативном ключе Потому что люди Склонны лететь вниз И вот толкнуть его Под зад Чтобы он полетел вниз Гораздо проще Чем вытащить Со дна На котором он находится Когда мы только познакомились Ты мне рассказала О том Что у тебя есть Своя фишка Некие печати Да Которые ты Сама Создаешь И они влияют На жизнь человека Расскажи Поподробнее Что это Слушай Я очень долго изучала Символизм различный И На эту тему Очень классно Почитать Алистера Кроули Его труды Они на самом деле Гениальны В плане изучения Вопроса Но Каждый символ Имеет определенный Вибрационный ряд Каждое событие Имеет вибрационный ряд И когда мы Через символы Записываем Условно Представление О событии Оно реализуется Ну не просто Вот мы нарисовали Это Положили И пошли И оно само реализовалось Мы открываем дверь Вот смотри Я открою сейчас дверь Если ты не станешь Пофигу Открыта она закрыта Ты никуда же не сдвинешься Это то же самое Условно Это дверь Которая открыта Но ножками Вот ты сам туда идешь Ну как выглядит Эта печать Это что? Это рисунок Просто рисунок Это рисунок С определенным символизмом В который запечатывается Нужный порядок Событий В жизни человека И ты его носишь с собой Человек Но я не ношу Вот Мне не надо Вот я пришла к тебе Сделай мне эту печать Я должна с ней Одна печать Тебе ничего не решит Понимаешь? Смотри Почему Нельзя вот так Одной печать И вот я напечатала Все Я напечатала себе Тут олигарха мужика И кучу денег Все где? Да? То есть предъявлять Прям можно идти Нет То есть чтобы так было Человек приходит ко мне Мы смотрим Почему В его жизни Происходят те или иные события И если это Не имеет отношения К его психике Как правило Люди приходящие К помощи магии Имеют наглухо Магическое мышление Им нужна помощь Психотерапевта Прежде всего А не какая-то Магическая работа Если я прихожу К заключению Что у этого человека У меня в команде Работает психотерапевт Еще Не только я Я психоаналитик Потому что Разница есть Если он дает заключение Что травмы человека Мы совместно видим Не в них проблема Тогда мы начинаем Исследовать энергетический контур Когда приходит ко мне Там председатель правительства Говорит Полин Я хочу стать губернатором Я говорю Хорошо Садись Давай посмотрим Мы делаем большое предсказание На то событие Которое ему нужно То есть тут понятно Что никакие травмы Не могут помешать ему Стать губернатором То есть в случае Моего клиента Например Я говорю Так Вот есть вот такой 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 человек Который тебе мешает То есть мы делаем Определенные работы Этих людей Смещают с должности Уходят в отставку Ломают коленки Ну вот А ты говоришь Что вред нельзя приносить А тогда не вред Ну как Сместили его Это не я делаю У меня команда работает Понимаете А то есть это им можно Тем кому можно Те это делают Я делаю работы Как правило Вытаскивание человека Но смотри Здесь же Я не прописываю Кому что будет Каждый человек Получает ровно По своим заслугам Вот слушая тебя У меня Не покидает мысль А все-таки На чем Конкретно Ты специализируешься Тут и магия И медицина И наука И учения Какая-то же все синтез Ты понимаешь Невозможно Заниматься только магией То есть Медицина Я не занимаюсь Уже как На прямом На значение Уже 7 лет Но тем не менее Ты все-таки Остаешься тем На кого учился Но Невозможно Человек Это комплекс Вот ты же Это не только Одежда Или тело Или органы Ты это еще Душа Сознание И соответственно Мы подходим К человеку Как вот такой Сложной структуре И работаем Как со сложной структурой Поэтому это дорого Поэтому это долго И поэтому Человеку нужно Самому двигаться Поэтому я Пишу свои программы Обучения Для людей Для того чтобы Они могли сами Внутрь себя Заглянуть И посмотреть Тут ведь еще Вот в чем дело В том что Слушая Таких людей Как ты Ну их всех Так или иначе Относят к эзотерике А еще их называют Шарлатанами Инфо-цыганами Дают разные ярлыки Это правда И вот Увидишь И под нашими В комментариях Будут это писать А как они могут Не написать То есть люди С одной стороны Доверяют И ходят к ним А другая часть Их критикует И называет их Аферистами Каждый из них Считает что его мнение Критически важно Понимаешь Для этой реальности А земля до и после Одинаковая И человек не понимает Что очень часто То есть люди Начинают судить Не пройдя путь Человека Люди начинают судить Ничего не зная О вопросе Но к сожалению Это правда Что 99% В этой сфере Это шарлатаны И люди Всех под одну гребенку Начинают косить Это нормально Когда допустим Столько людей Обосрали Уже Саму тематику Вот эту исследовательскую Вот этой темы Ты в любом случае Будешь шарлатаном Почему По факту И только тогда Оно реально Но вот квантовую Физику То есть я изучила Расстановки 20-30 раз Мы должны Получить результат Здесь Это невозможно Слишком много факторов Слишком индивидуальная история И естественно Наука Это не признает Но тем не менее Это не мешает Богатым Успешным людям Этим пользоваться То есть Какая разница Признала это наука Или нет Если это меняет Твою жизнь И прежде всего Знаешь Как выбирать специалиста Когда вот Кто-то хочет Куда-то пойти Смотрите на его жизнь Если человек счастливый Если человек успешный Если вы чувствуете От него Вот эту глубину Которую объяснить Невозможно Как будто человек Это какой-то вот Портал Через который Ты можешь пройти Когда ты погружаешься Когда тебе кажется Вот вроде бред Но ты заслушиваешься Вот это вот Оно вот так работает И так мы приходим К этим людям Тогда давай посмотрим На твою жизнь Давай Расскажи немного О себе Вот чем ты еще занимаешься Кроме того О чем мы сегодня разговариваем Я уже поняла Что у тебя есть муж прекрасный Который рядом с тобой 11 собак у меня 11 собак Да Большой дом Я помогаю приютам Сейчас я очень хочу заняться Если честно Изменением Законотворчества На тему Насилия женщин в семье Потому что история Грачевой С отрубленными руками История многих женщин Когда это насилие Знаете Приходите Когда убьют То есть вот это У меня очень много женщин Подвергавшихся Различному насилию Я с ними работала Как психоаналитик Я с ними работаю Как практик Потому что восстанавливает Там не только психику И я помогаю Я хочу построить Свой центр Для женщин Я помогаю Многим приютам Корма туда вожу Я помогаю Детям больным То есть Я очень много отдаю Потому что я считаю Что это правильно А как иначе Твой супруг Как относится Ко всем твоим Увлечениям Ну вот ты знаешь Мой супруг Это наверное Моя база Без него Меня бы Вот такой Как я есть Не было бы никогда Моя огромная любовь Он не публичный Несмотря на свою красоту Викингерскую Он абсолютно Непубличный человек У него есть свой бизнес То есть то, что приносит деньги Помимо всего этого прочего Я это исследую Мне нравится учить людей Мне нравится открывать им Новые грани их самих И я в этом развиваюсь А он дает мне базу Чтобы я могла развиваться У вас есть дети? Будут Я не смогу никогда Родить сама Но через суррогатную мать Будут Вот У меня есть дочь И на протяжении 15 лет Я ее возвращаю К себе обратно Возвращаешь? Да, мой родной отец Лишил меня прав Хорошую мать Прав не лишат Я думаю, да ладно Сколько у нас матерей Пытаются забрать Своих детей от мужей Просто у меня папа Имел возможность И силы Сделать так Что просто вот Поставили печать И все Человек При высоких погонах Очень Был И как он сказал Только через мой труп Ты заберешь свою дочь Так и получилось Через его труп А почему он хотел забрать? Я очень была похожа на маму У меня же умерла мама В четвертом году Умерла сестра У меня умерли все родственники Все близкие У меня есть только племянница Дочка И сын племянница Он ненавидел меня Наверное с самого рождения То есть вот какая-то Он очень любил мою сестру А меня нет старшую При том, что моя сестра Была каким-то диким Эссенция Золотой молодежи Девяностых Германова Шика И всего вот этого И он ее боготворил А опекунша Моей дочери Он даже не сказал Что у меня высшее образование То есть я была для него Вся говно И он тогда решил Что ребенку будет лучше Так Без матери Непонятно Мы с ним поругались Жутко И вот так он мне отомстил Он умер в восемнадцатом году И похоронить приехала Вот только я Понимаешь Никто больше Только я приехала Я его хоронила За свои деньги Естественно Все это делала К старости Он совсем сошел с ума Ну так Головой поехал нормально От одиночества Я давно его простила Но травма Нанесенная моей дочери От разлучения с матерью От того, что она Пятнадцать лет жила Там условно Мы с ней С восемнадцатого смерти Общаемся И только вот сейчас Я возвращаю права И только сейчас Это получается Это такая просто Цепь геморроя Вернуть ребенка А сейчас Где твоя дочь? Сейчас она Пока с опекунами Следующего года Она будет жить со мной Ей поступать Ей учиться Вот Она прекрасно понимает Что я не виновата Все, где они живут Они знают Какой был мой отец Они прекрасно знают Что он за человек И они знают Почему так произошло У нас же люди Гораздо судить всех и вся Да Не зная ситуации И в этом же опять Я знаю очень много историй Как отбирали детей У матерей И после того Как это произошло Это была Наверное дичайшая травма Да То есть отрыва Ребенка от матери И тогда Началось у меня такое Знаешь Какое-то Внутреннее самоуничтожение Все эти мотоциклы Все эти абьюзивные отношения Ты начинаешь убивать себя Сознательно И я добилась своего Да Я умерла Но меня вернули обратно С другой абсолютно целью С другой абсолютно загрузкой И с другими параметрами То есть судьба такая Знаешь Веселая Книгу буду писать Я не могу тебя Не спросить об истории Которая меня Само очень интересует Давай Юра Шатунов Который умер И оставил Очень много вопросов По поводу Своей смерти Есть Андрей Разин Который утверждает Что Шатунова Убили Загубили Близится дата Годовщины Смерти Юры Шатунова И я Как считал Так считаю Что это убийство И считаю Что его убили С другой стороны Мы все знаем Что Разин Грозит проклятиями Всем звездам Кто поучаствовал В вечере памяти Шатунова И с ними Кстати реально Что-то случается Разин человек Имеющий Действительно Рядом Практиков И я Разина не боюсь Мне все равно На тех людей Которые рядом с ним Но я четко знаю Что его воздействия Взымели силу То есть он колдовал Он колдовал Это стопроцентная история И у него торологи У него магический мир Настолько его захватил Как мне кажется Вот это последствия Реального касания Темной стороны Вот так у нас Немножко меняется сознание Как будто бы Да И я могу сказать Что ничего хорошего С Разиным Не произойдет То есть Дай бог Чтобы он свою жизнь В сумасшедшем доме Не закончил Потому что все то К чему он призывает Рано или поздно Придется с него ответ взять А самое главное Что осталось Куча вопросов И мы так ничего И не знаем Что на самом деле Случилось Сердце остановилось Официальная версия Но я так тебе скажу Если честно Выбить человека Из жизни Невозможно То есть То что Произошло Что ты новым Это сценарий Его жизни То есть Так должно Было быть То есть Человек не может Прожить сильно меньше Или сильно больше Положенного срока Убрать человека С воплощения Человек не может Как Что бы там Эти колдуны Не говорили Они могут создать Вереницу событий Которая приведет К этому Что собственно Он и сделал Но Разин Всегда Практиковал Различные Магические течения Люди рядом с ним И он очень в это верит И работы он проводил Это фактическая вещь Потому что Когда Штонов Еще был жив Вот в 19-м году Кстати Я встретилась с практиком Которая говорила Что она знает людей Которые конкретно Работают Вот С Разиным И после того Как на Муз-ТВ Что ли Я об этом говорила Об этом вопросе Разине У меня потом Знаешь Странные Какие-то такие моменты В жизни происходили Учитывая Что я давно Сама практика Как бы Умею себя защищать Но Непонятные явления Поломки какие-то Еще что-то Которые знаете Вот ты просыпаешься У тебя утром Сука Все не так И так неделю подряд А потом ты Делаешь определенные Работы условно Которые чистят тебя И все останавливается Можно конечно На черную полосу свести Но Можно Говорить о том Что Разин делал Какие-то вещи Которые повлияли На то Что у Шатунова Случился инфаркт И он умер Я думаю Можно Я думаю Что Шатунов Мог прожить еще Там допустим Лет 5-7 Но Через вот такие Влияния Постоянные Это же не то Что он один раз Что-то делал Это человек сидит И долбит Потому что Злобы в нем Столько Ненависти в нем Столько Обиды в этом человеке Огромное количество И естественно Желание Забрать свое И отомстить Я не думаю Что он желал Истинной ему смерти Но как получилось Так получилось Это не математика Ты знаешь Ты летела туда Ты летела сюда Знаешь Вот когда я встречаюсь С такими Специалистами Как ты Как еще кто-то Медиумы Те кто видит Те кто может Соединяться С людьми Например Которые нас покинули У меня всегда Одно желание Вот я Например Не успела взять интервью Юру Шатунова Я скептик Дичайший скептик И поговорить С душой Юрия Шатунова Вот эта история Про то что Ченнеллеры Там соединяются Поднимаются На пятый уровень К Жанне Фриске Я это слышала Я там чуть не проснула Сосмехоте Клянусь Душа Жанны Фриске Ты здесь Прием Прием Они вот так вот делают Понимаешь Лазерный луч Света тебя очищает Зачем уже И по факту Душа Что такое душа Души здесь нет То с чем мы можем Войти в контакт Это условная матрица Памяти человека Это то чем он был здесь Матрица его личности Которая помнит О воплощении Душа вполне возможно Уже поднялась так высоко Что ты ее не выдернешь То есть Как я рассказывала Вот эта пирамида Наш мир нижний У Юры Шатанов Умер когда там Полтора Так Полтора года Соответственно Его душа Уже не находится Не в нашем мире Она находится Где-то в верхних Уровнях астрала Плюс-минус Кто туда может подняться Люди Которые ходят Гуляют По астральным проекциям Такие люди есть Практики некоторые Сидя Вот так вот Я поднимаюсь В астральную проекцию Я слабо себе представляю Потому что Я занимаюсь Астральными проекциями И это происходит Лежа Понимаешь Ну В темном месте Когда ты можешь Отключиться от реальности А как отключиться от реальности Когда куча людей И куча камер Ну Я не могу Может быть есть люди Которые могут Но я вот так не умею Поэтому я не верю Что кто-то умеет Но мы можем соединиться С матрицей памяти Да С матрицей памяти А как это сделать Сейчас Сейчас Смотри Я сейчас тебе объясню Когда я готовилась к интервью Какие у тебя вопросы К нему О том Как именно он умер И что в этот день происходило Потому что Его же Как раз дни перед смертью Он выиграл суд У Разина И то есть он же был воодушевлен Понимаешь Он же был Очень этому рад И по идее Все должно дальше Ему должно быть Быть лучше Вот человеческое мышление Это блин А выиграл суд Значит должен жить И тут Он выиграл суд Песни отсудил То есть он их может петь Все хорошо Все Концерты давай Живи радуйся И он умирает Смысл был в том Чтобы он умер раньше Понимаешь Смысл задачи Которая стояла Перед Разином Не дать ему Выиграть этот суд То есть не дать ему Если бы умер Истец Да То есть Или ответчик Кто там На кого подал То прецедента Это бы не было И права перешли ему А сейчас права перешли Получается его семье Его семье И Разин ничего С этим сделать не может Юрий Штунов Особенно после Слова пацана Да Сейчас какой Пам Поднялось все И Разин сидит Сидит и читает Недоучтенные деньги Я бы Вот честно Не знаю Насколько жена Штунова Верит в это Насколько близкий Его верит Я бы все-таки Отнеслась к этому Серьезно Потому что Ненависть в человеке Порождает Таких демонов Которые Воплощаются В реальности Я не удивлюсь Если Разин Начнет Долбить Дальше И пытаться Каким-то образом Откусить свое А понимая Что законным путем Все Что права перешли к жене Если с женой Что-то случается Там дети Правильно То есть Там огромная цепочка Кому она может Это передать То есть Он это уже не получит Но он же не успокоится И он будет дальше Их долбить То есть Можно сказать Что семья Юры Шатунова В опасности Можно сказать Но опять же Смотри Это же не вопрос Одного месяца Это вопрос Лет Сколько потребовалось Времени Чтобы Довести Начатое До конца Я думаю Что Было огромное количество Если сейчас Обратиться к семье Шатунова К его жене Спросить ее О событиях Которые Происходили в жизни Необъяснимых Какие-то Вот такие Я думаю Она много может рассказать Потому что Там они Сто процентов Были Учитывая Что Разин Действительно Имеет отношение К практикам Действительно Имеет отношение К колдовству И Человек Пограничный Он человек Пограничный Я не хочу Ставить Диагнозы Не имею Никакого морального И вообще Никакого права Но ощущение От него Вот этой Пограничности Как будто Когда он Находится В злобе Он просто Максимально Распространяет Это вокруг себя И Я тебя расстрою Сейчас Шатунов Умер в свое время Он бы не прожил Дольше Может лет пять Да То есть Не может человек Умереть Я же тебе говорю Нельзя выкинуть Из воплощения Но смысл Работы Был так Чтобы забрать Свое И чтобы Ну с ним Что-то случилось И Это совпало У каждого человека Есть точки смерти В его матрице Я считала Юру Шатунова По Этой системе Его точка смерти Была За год До того Как он умер За год Год Это очень маленький срок То есть плюс-минус Мы считаем И В следующем году Считаю Он умирает А вот эти влияния Которые Разин посылал Просто это ускорили Каждый из нас Может умереть Примерно раза четыре За свое воплощение Что сейчас делать Семье Юры Жене Жить дальше Может кому-то обратиться Тоже Провести какие-то процедуры Кому они обратятся Защиту поставить Магические войны Начнутся Знаешь такие Все хотят трэша Все хотят Чтобы Жена Юры Шатунова Выбежала к бабкам Которые будут Ну Разин же Ты говоришь Побежал к бабкам Разин бегает Сколько лет уже Понимаешь Бегает Есть же противоядие Противоядие Просто если человек В это не верит Ты ему не докажешь Что это существует На ее месте Я давным-давно бы Все-таки Защитила этот аспект Это здоровье детей Это твоя жизнь Начинающиеся болезни Ни с того ни с сего Развитие различных Заболеваний Которые могут быть Очень серьезными Откуда идет болезнь К человеку В тело Она сначала проявляется В энерготеле И негативная работа Может это провоцировать Но я лично Видела такие вещи Давай все-таки Соединимся с матрицей памяти Юры Шатунова Тебе надо войти В определенное состояние Для этого Я так понимаю Да, наверное, да Смотри, что такое Матрица памяти Чтобы люди все понимали Матрица памяти Это не душа Матрица памяти Это не сам человек Матрица памяти Это остаточная Энергетическая оболочка От того Что человек Кем он являлся Соответственно Там мы Что можем увидеть Не ожидаем Полноценных Развернутых ответов Это не личность Не ожидаем того Что Юра Шатунов Сейчас приедет И проявится Тоже мы этого не ожидаем Это не дух Это просто Его условный слепок Того, кем он был И, естественно Он знает ответы На свои вопросы На твои вопросы Потому что они относятся К его личности Ничего касательно Там условно близких Его мы задать ему не можем Потому что Вот как он был На момент его смерти Вот это вот и есть То, что было после его смерти Матрица помнить не может Я хочу спросить Значит Что бы он хотел сказать Разину Послания какие-то Мне интересуют Ну, своим детям и жене И винит ли он Разина В своей смерти И что бы он ему Что он ему не успел сказать И какое бы послание Он им оставил Может быть предостерег бы Своих там детей Я, короче, принесла с собой Оракул Это Оракул Ифа Это древнейший Оракул в мире Оракул это Это цепь Это цепь опели Сейчас, секунду Вот, выглядит она Вот так Через нее мы считываем знаки Знаков всего 256 16 старших И 240 младших Считаются знаки По выпадению Да, условно Как выпадают Вот эти штучки-приброски Это старшая нога Для того, чтобы Условно У меня был проводник В этом матричном мире Я задам те вопросы Которые ты хочешь Через Оракул Для того, чтобы это было Все максимально честно Максимально правильно И чтобы эти ответы Были взяты На самом деле Оттуда, откуда мы хотим А не из какого-то там А ты должна его держать? Нет-нет-нет Я буду выкидывать Я ждать мне надо будет Выкидывать? Нет, на стул А, все Окей? Да Какие вопросы? С какими мыслями Покинул этот мир Юра Шатунов Поскольку это было Внезапно И что он Не успел сказать Тому же Разину Ответ нет Он ничего не хотел сказать? Нет И послания никакого? Я тебе сейчас придумаю Послание А Но на самом деле Нет Человек 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 Закончил свой путь И человек Ушел А на кого он винит В своей смерти? Да так Есть ли Есть ли у Словно вот этого вот Того же Чем был Юрий Шатунов Какой-то Какая-то Что-то держит ли его? Обида Какая-то Держит ли его что-то? Ответ да А можно узнать На кого он держит Обиду Мы, мне кажется Все знаем На кого Но все равно Держит ли он Зло Зло Цепляют ли его Поступки Этого Разина Обида И злость То, что Он испытывает И у меня вопрос Все-таки Его уход Из жизни Очень внезапный И преждевременный У него маленькие дети Наверняка Он чего-то не успел Сказать И детям И жене своей Может быть У него есть Какое-то Послание Которое он не успел Донести Как-то уберечь Или что-то посоветовать Если что-то Что он хотел Передать своей семье Своим близким Давай матрицу Свою И сделаем Он вообще Не собирался Умирать То есть Человек Который Находился Максимально В моменте жизни Когда У тебя все У тебя все хорошо Смерть его Выдернула Выдернула Из реальности И причем Даже до последнего До последнего момента Он был уверен Что он выживет Когда человек Уходит Внезапно Он не думает О том Что будет С ним После его смерти На удивление Ненависти К разину У него нет Человеческая обида Человеческое непонимание Человеческая злоба Но он был уверен Что можно прийти К решению этого вопроса И он был уверен Что он все отдал То есть Все долги Которые он был должен Все что он должен Был заплатить Он отдал И платить ему Больше не за что И он считал Что это закономерно Что он выиграл суд И забрал То что ему Прочитается Хотя разин Скоро заболеет А откуда ты Это сейчас Не знаю Когда я настраиваюсь На какую-то историю Я не могу Вытянуть матрицу души Но я могу Через настройку То есть Словно человека Душу Я могу Считать Последние эмоции Его жизни То есть То что я делаю Сейчас Это не профанация Я считываю Пытаясь войти В состояние Вот этого человека Находя его В поле Но опять же Это доз Момента смерти Понимаешь В чем дело Чтобы выцепить его Вот эту душу Оттуда Это Ну это сеанс Проекции Которую ты выходишь И то она не ответит А то что сейчас Он не хотел Не собирался умирать Он был уверен Что его спасут То есть Такая уверенность И такое желание жить Да То есть Когда Он же Как я понимаю Не сразу умер То есть Не упал и умер Там было время От того как он почувствовал До того как он умер Но его везли Долго На скорой помощи Он был уверен Что он выживет То есть Он был уверен Что он выживет И четкое ощущение Что Как будто Какой-то сбой В программе Вот я не могу тебе Это объяснить иначе Сбой в программе И по факту Его могли спасти Его могли спасти То есть Я не читала заключение Да Его никто не читал Но Там все события Разворачивались Как будто против него Там замешкали врачи Да Его привезли В больницу Которые ему не могли помочь И куда-то еще Должны были везти И не успели Вот именно Что События Которые разворачивались Даже В Тот день Где они были Ну Где он там находился Должно было пойти Все не так То есть Все должно Не тот сценарий Проигрался Того даже дня То есть Они могли хотеть Поехать там куда-то Знаешь Позже Раньше Не тот состав Не те люди Кто-то не успел Кто-то не смог Как будто Знаешь Как подменили Событийный ряд И Его смерть Он не смог бы прожить Дольше Сильно Положенного срока Но в нашем мире Пять лет Это увидеть Как живут Твои дети И растут Он этого Он этого не увидел Я считаю Что конкретно В его случае Знаешь Я не могу сказать Что чистое Клодовство Было причиной смерти Но когда Вот нужна Бывает последняя капля Понимаешь Да То есть Вот событие И только последней капельки Не хватает До реализации Вот эта история Это история Гибели Одного из самых Ярких голосов В 90-х И он не мог Умереть по-другому Ты понимаешь В чем дело Он не мог Дожить до 90 лет И умереть В своей постели В его сценарии Не было этого Его сценарий Плюс-минус Вот он такой Но Самое что интересное Что если посмотреть Один Из Вариантов Разин мог умереть Раньше его Я На 100% уверена Что он не проживет Долго Разин Это Ну Это мое ощущение Я надеюсь Что я ошибаюсь И пусть потом скажут Да если вдруг Слава богу Когда-нибудь Я ошибусь Я буду этому Очень рада Но на месте Разина Я бы проверила Своё здоровье Как минимум А как максимум Перестала бы Желать всем зла Всех ненавидеть Да и печень Здоровее будет Понимаешь И система И отёки пройдут И жить будет проще В принципе Когда зла На людей не держишь А Когда ты долго Работаешь Вот с этим миром Который называется Магическим Сущностным Оно на тебя Начинает влиять И твоё сознание Начинает замещаться То есть От тебя прежнего Уже мало чего Остаётся Вот я тебя послушала И ты сейчас вошла Я так понимаю В какое-то состояние И смотри Что мы выяснили Что Всё что Случается В жизни Людей Вот даже взять Историю Юру Шатунову Ведь это Как ты сказала Что Разин мог колдовать Ведь это всё От соприкосновения С этим миром Конечно С магическим С неопознанным Так не лучше ли Вообще От него держаться Подальше Лучше Да Ты знаешь Тем людям Которые придумывают Себе этот мир Лучше держаться Подальше Но иногда этот мир Это единственный вариант Вылезти из пропасти Людям свойственно Жадность Алчность Ненависть Друг к другу Злоба И этим они питают Низкие вибрации Сила Она не имеет Света Зависит от оператора Чем она будет Добром Или злом Я считаю Что то что делаю я Спасая людей Давая им возможность Жить по другому Это свет Я не использую тьму Но это же выбор Который ты делаешь Спасибо тебе большое Что была у меня в гостях Спасибо тебе Много нового я сегодня узнала А финал так вообще Я думаю будут обсуждать все Да Надеюсь посмотрят на магию С другой стороны Друзья Смотрите наше интервью Соленый блин Подписывайтесь Комментируйте Ставьте лайки Очень жду Так Ну мне нужна твоя печать Браслет И все вообще остальное Тебе надо со мной поговорить Нормально я тебе расскажу Ты сама знаешь Ты же идешь Да Пойдем говорить Пойдем И оракулы не забудь Не забуду Потому что в кармане все оракулы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok